Всем привет! Не удалось нам решить технические проблемы, поэтому будем действовать старым, проверенным, как говорится, способом. Если мы за неделю с этими техническими вопросами не разобрались, то я боюсь, что уже не разберемся. А учиться надо. Поэтому сегодня у нас вводное занятие. Перед вами сейчас наш любимый, родной, дорогой, уважаемый 3D Max. Как вы видите, у меня стоит 13-я версия уже достаточно давно. 13-я, но стабильная версия. Из всех версий, я обычно всегда это вначале рассказываю и сейчас тоже повторюсь, пожалуй, что из всех версий самые стабильные обычно идут через каждые 3 приблизительно. Как у любой корпорации, у Автодеска, в том числе точно так же, не все продукты одинаково качественные. Обычно идет качественный продукт, потом после него идет много изменений, много нововведений, так скажем, новые пристроения какие-то. Все это с глюками, с багами. К следующей версии большая часть исправляется, но не все, все равно глюки остаются. И, как правило, третья версия более-менее нормальной стабильной работы. Чаще всего это происходит по той причине, что Автодеск выкупает новые продукты. Например, выкупили софт-имидж, разбирает его по кусочкам, вытаскивает самые интересные инструменты, типа, например, создание волос или еще что-нибудь такое красивое. И криво и косо внедряет это все, например, в тот же самый 3D Max. После чего идут сильные исправления. Не совсем, чтобы я одобрял эту политику и логику, но в целом, в принципе, выбирать не приходится. Поэтому версии идут следующие. То есть у нас с 2007, если начинать, 2007 версия была очень стабильная. Мы на ней долго сидели. Потом, когда она прошла, так скажем, 8, 2009 версия была очень хорошая. 9, 2009 это разные версии. После этого была 10 никакая, 11 ужасная. Вроде как ее исправили, 12 стала опять же нормальная. В этот раз 13 более-менее ничего. Но и сильные изменения, честно говоря, я не увидел, кроме там Material Editor, например. Ну, что-то такого. Поэтому сейчас рекомендую вам сразу ставить 2014 версию. По той причине, что она стабильно работает. Во-первых. Во-вторых, большая часть всяких моделей и сцен делается именно в 14 Max. То есть, если вы поставите, например, 12 версию, вы далеко не все модели и сцены сможете открывать. Первое, что вам необходимо сделать, когда вы начинаете работать над любой сценой, это настроить 3D Max под себя. Что у нас здесь есть? Первое – это Unity Setup. Самое главное, самое первое, и вообще всегда, на что я обращаю внимание, это Unity Setup. Это те единицы измерения, в которых вы будете в дальнейшем работать по 3D Max. Здесь важный момент заключается в том, что если вы сразу неправильно, если вы вообще как бы забудете про этот вопрос, то есть 3D Max, абсолютно наплевать, какого размера вы все будете делать. Поэтому он даже вас никак не предупредит, что вы делаете дом размером с табуретку. И никак не предупредит, что вы делаете табуретку размером с блоху. Проблемы начнутся тогда, когда вы начнете расставлять источники света. Тень от блохи, она совсем не такая, как тень от дома. Поэтому вы начнете замечать, что что-то пересвечено, или какие-то неправильные тени. Или просто, если даже вы не разбираетесь в визуализации, да, просто будете замечать, что это не так, какое-то неестественное все. Есть большая вероятность, что эта неестественность появится из-за неправильного масштаба. Для того, чтобы следить за масштабом, сразу изначально необходимо ставить правильные единицы измерений. Если вам удобнее работать в сантиметрах, ставьте сантиметры. Мне удобнее работать в метрах, я обычно ставлю метры. Второе, что вам не... То есть я надеюсь, что вы это все запомнили раз и навсегда. Второе, что необходимо сделать, это разобраться с preference, со свойствами 3D Max. Первое, сцена андо. Это количество отходов назад. По умолчанию здесь 20. То есть Ctrl Z. Отменить последнее действие, Ctrl Z. Когда вы действуете в каком-то направлении, что-то делаете, и вдруг поняли, что делали неправильно, или допустили какую-то ошибку, вы нажимаете Ctrl Z. Проблема в том, что у 3D Max бывают такие ситуации, когда вы для того, чтобы чему-то добиться, делаете много различных движений. То есть вы там делаете дверной косяк, вам надо его увеличить, высоту, расширить его, потом еще что-то с текстурами сделать, потом еще что-то сделать, а потом вдруг вы понимаете, что вы изначально сделали что-то не так. Сцена андо надо увеличивать как минимум в 10 раз. То есть у вас должно быть количество 200 уровней. То есть возможность вернуть 200 действий назад. Это хорошее число для 3D Max. Дальше, автобэкап. Автобэкап мы выключаем. Понятно, сейчас на ранней стадии, так скажем, обучения вы можете и не отключать его, но в целом, в дальнейшем, автобэкап всегда выключается. По той простой причине, что файлы в 3D Max, они могут занимать огромное количество виртуального пространства. То есть они могут быть очень и очень большие. Если у вас эти огромные файлы будут сохраняться через каждые 5 минут, как вот установлено в автоматическом режиме, то через каждые 5 минут вы будете терять кучу времени. Вначале, пока сцена маленькая, понятно, что вы ничего там терять не будете. Но как только сцена будет занимать у вас там 80 мегабайт, 100, 200, 300 мегабайт, это станет очень и очень актуально. Основная, на самом деле, я откроюсь какие-то, основная проблема всех 3D-шников, это в том, что, когда мы, ну, то есть если стоит автобэкап, мы сильнее устаем, нет работы от того, что ждем, пока у вас остановится автосохранение. Поэтому автосохранение реально, это здесь, к сожалению, эту функцию использовать нельзя. Автосохранением придется работать самостоятельно, и с самого начала обучения я вам рекомендую привыкать самостоятельно сохранять свои сцены. Вы можете сделать 3 уровня, автобэкап 1, 2 и 3, например, и каждый раз в разных автобэкапах сохраняться. Для чего? Для того, что если вы сделаете где-то ошибку, у вас будет возможность открыть предыдущую версию файла. Так что автобэкап выключайте. Ну, привыкайте с самого начала автобэкапом работать самостоятельно. Дальше, вьюпорт. Здесь есть какое-то количество рекомендуемых видеодрайверов. Используйте один из самых последних, все, что у вас есть, в зависимости от видеокарточки. Как минимум, Директ 3D. И здесь же сразу, если вы будете использовать Директ 3D, например, на что это влияет, я объясню. И это влияет на то, насколько качественно вы все будете видеть во вьюпорте. Вьюпортом называется вот это вот пространство, вот здесь вот то, что мы вертимся. Это называется вьюпортом. Вот, насколько качественно это все здесь будет просматриваться, это устанавливается вот здесь во вьюпорте, в Драйвере. Дальше, здесь что еще вам необходимо? Гамму мы еще с вами будем проходить, рендеринг не трогаем, здесь ничего. Кроме Gizmo ничего. Gizmo это вот эти вот стрелочки. Вот эти вот стрелочки, с помощью которых вы можете двигать любой объект. Есть горячая клайша, которая называется X. Она замораживает наш Gizmo. Что бы вам кто ни говорил, это жутко неудобная функция. Точнее сказать, она-то, функция может быть кому-то и нужна. Хотя я ни разу в жизни ей не пользовался за все, сколько уже, лет 15, наверное, как я, 3D Max пользуюсь. Я ни разу, ни разу в жизни за все это время не использовал эту функцию. А нарываются на нее все, кому не лень. Горячая клайша X, она находится в очень удобном месте для того, чтобы на нее нажать случайно. И она замораживает наш Gizmo. Разморозить его можно еще раз, нажав на X. Или вот в Preference. Вот здесь вот у нас Gizmo. Оно выключается или включается. Здесь же можно проконтролировать размер этого Gizmo и вообще какие-то функции, свойства. Вот, пожалуй, из свойств все. Что еще вам необходимо знать? Configuration User Paths. Это куда будут сохраняться все ваши файлы. Многие этой функции активно пользуются. В том смысле, что, ну, типа это удобно. Где это удобно? Я вам объясню сейчас. Значит, это удобно, когда вы, например, хотите быстро куда-то сохранять файлы или где-то быстро открывать. Ctrl-O, например. Ctrl-O – это открыть файл. Если вы нажимаете Ctrl-O, он у вас автоматически открывает папка вот эта вот. User, пользователь. То же самое Ctrl-S. Если я захочу сохранить этот файл, он тоже будет сохраняться именно туда. User, пользователь только в сцене. Вот это вот, куда открывать, сохранять, это выставляется как раз вот здесь, вот, в Configuration User Paths. Видите? Если вы поменяете эту папку, соответственно, туда и будет сохраняться все. И оттуда будет открываться тоже все. Проблема основная заключается в том, что в той папке, куда вы укажете путь, создадутся вот весь этот вот совершенно ненужный набор, пачка вот этих вот папок. Их, то есть, ну, абсолютно бесполезная. Там вам столько не надо, то есть максимум 4 папочки и все, что вам необходимо. Вот это все меня бесит, если честно. Бесит больше, чем открывать, сохранять. Поэтому я сам не использую, ну, то есть не выставляю здесь папку, у меня вот всегда вот в этой папке все сохраняется, лобу, да, это вся. Вот, и я уже, ну, как бы в автоматическом режиме не сохраняю, не открываю. Я все вручную делаю. Так, сейчас этот файл я загружу и продолжим разбираться с основами.